Пантеры, пантерки нашей любимой группы металлической вообще на планете Земля. Вот, кстати говоря, в гитарных историях, короче, вот этот вот парень, он говорит, что Мастеров Папец полетит в космос космическим металлистом. Ну, типа, вот этот альбом Мастеров Папец, Металлики попал в Конгресс США. Да, пантера должна попасть в Конгресс США, согласитесь, какая там металлика. Пантера должна попасть в библиотеку Конгресса США и полететь к звездам. Пантера. Ладно, короче, начнем. У пантеры у нас оказывается аж 9 альбомов. То есть, там перед Ковбой с Ром Хэлл оказывается не только вот этот вот пауэр, пауэр метал альбом. Оказывается, там аж 4 штуки вот этих вот, вот этих вот смешных, смешных альбомов. С 83-го года первый альбом, вы можете себе представить, в 83-м году уже пантера записала первый альбом. Это же охренеть можно. Короче, Мэджик я посмотрел, послушал даже слегонца. Но это смешно, конечно, все. Хотя, хотя, Даймонд Даррелл там уже поливает так, что я не знаю, что вообще с 83-го года изменилось вообще в его поливах. Поливает как спортбайк, блин, литровый. Но судя по этим обложкам, вы просто посмотрите на эту обложку, я не знаю, можно ли это вообще всерьез вообще расценивать. Значит, это как будто ребенок какой-то рисовал. Короче говоря, первых 4 альбома. Пусть он будет вот этот вот самый первый на девятом месте, следующий на восьмом, следующий на седьмом, следующий на шестом. И, короче, у нас остается пятерка их самых крутых альбомов пантер. Пятерка. Пять альбомов, да? Не знаю, с чего начать. Пять альбомов пантер. Самых-самых крутых альбомов. Но это будет очень личное видео, очень личное. Как это, как блогеры говорят, знаете, когда... Короче, на пятом месте у меня будет альбом Reinventing of Steel, да, вот это, как он называется, 2000-го года. Почему он у меня будет на пятом месте? Потому что вот этот альбом... Я еще к этому вернусь в самом конце. Я еще о нем сейчас упомяну, вот об этом альбоме. В самом-самом конце. Короче, он на пятом месте. Почему мы обсудим? Короче, на четвертом месте... На четвертом месте у меня альбом Cowboys from Hell. Cowboys from Hell на четвертом месте. Как же так, спросите вы? Да, вот так вот. Потому что Cowboys from Hell в 90-м году, да, он вышел. Это круто, конечно, для 90-го года. Но с него же все только началось, понимаете. Взять и поставить Cowboys from Hell на первом месте, как многие бы сделали. Это просто недооценивать пантеры. И вообще их всю идею. Вообще их затею, я бы сказал. Короче говоря, Cowboys from Hell на четвертом месте. На третьем месте начинаются вообще три моих любимых альбома. Их вообще сложно разъединить. Это трилогия, знаешь, как трилогия Большого Брата. Это вот прям святая троица хэви-метал. Но я, короче, так. Я, короче, расставлю так. На третьем месте. Вульгар дисплеев Пауэр. Хотя на самом деле его можно и на первое место поставить. Это вообще идеальный альбом. Но! Но! Это идеальный альбом. Но оттуда все-все-все-все супер хиты. Прям с начала до последней песни все. А там даже в этом альбоме даже находится мой самый любимый рифак у пантер. Самый-самый любимый риф Даймонд Даррелла. Песни под названием Regular People. Концепт. Вот эта вот песня. Сейчас я покажу кусочек. Чтобы авторские права не нарушать. Я вот этот рифак играл, когда делал видео по поводу, кавер-видео своего гитарного пантеры на восьмиструнке. Кавер-видео своего гитарного пантера на восьмиструнке. Вот этот вот рифак, мне кажется, это квинтэссенция вообще. Круто из этого рифака зашкаливает. Третье место. Почему третье место? Почему третье место? Потому что этому альбому, этому альбому, Vulgar Display of Power, ему не хватает злости. Не хватает ярости. Короче говоря, он крут этот альбом. Но не настолько, блин. Потому что пантеры на нем только-только разогнались. Начиная с Ковбоев Робхейл. И как там говорили, типа я вот все их интервью смотрел, там фильмы о них на ютубе все пересмотрел, что они хотели достичь максимально тяжелого звучания. Вот. Поэтому они на Vulgar Display of Power, они конкретно разогнались. И тут как раз у меня первых два места, значит. На втором месте. Я думал, перед тем, как выйти сюда прогуляться, и по поводу пантеры затереть, я думал, сомневался. Послушал еще раз. Ну, практически целиком. Их два. Ну, не целиком, там, пробежался хорошо по ним. Думал, 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 думал. И, короче, на второе место у меня все-таки, на второе, я думал на первое, нет, на второе, у меня попадает альбом Trend Kill, короче. Вот это, саутор Trend Kill. Со змеей. Потому что этот альбом, если его послушать, в общем, почему мне вот нравится он больше, чем в Ugarte Display of Power. Песен там хитовых меньше, но там произведена просто обалденная, огромная работа с вокалом, с вокалом Филиппа Ансельма. То есть вот на этих, вот на этом альбоме, он там так орет, что просто выворачивает вообще наизнанку. Вот именно вот вокальная работа с вокалом, потому что вот эти вот все... Вот это вот все, оно вот там. Потому что все-таки в Display of Power этого не хватает. Я уж про Кобой с Ромха молчу. Это у нас второе место. И если этот альбом послушать, послушать с Альбома Trend Kill альбома сначала до конца, я помню, когда слушал, у меня создалось впечатление, что вы, короче, просто попадаете в ад и обратно. Такое путешествие просто в ад и обратно, потому что там же, короче, вот эти вот еще у них вот эти баллады абсолютно адские идут. Не такие красивые песни, там как Цемитарь Гейтс, вот эти вот, которые все любят. Вот с этими, такие на металлику похожие, балладного типа. Нет, а вот эти вот там переборчики вообще сатанинские на гитаре абсолютно просто. Абсолютно адские вообще песни такие. То ли баллады, то ли непонятно чего, короче. В общем, прям прямиком из-за да вообще такой. Бэкграунд адский. Это Trend Kill. И на первом месте, ну, у меня лично, все-таки для меня, это Far Beyond Driving. Far Beyond Driving. Вот этот вот альбом, он у меня будет на первом месте. Потому что, во-первых, мне нравится звук. Мне кажется, вот звук пантер, который вот Diamond Darrell все вырулил, вот эти вот гитары, Distortion, вот этот вот. Звук пантер, короче, вот именно вот этот термоядерный звук пантеровской вот этой гитары, Distortion, вот этого бурлящего. Вот он в Far Beyond Driving проявляется максимально просто. То есть, и потом, это квинтэссенция вообще вот всего. Потом, это просто чумовой, отлично вообще записанный, сделанный хорошо очень, голос Филипп Ансельмы, который вот эти вот все, которые вот эти вот все подблевывания, вообще там так они хорошо сделаны, вот это вот все. Там это вот тоже офигительно. Вот это в двух альбомах, вот Far Beyond Driving и вот Trend Kill. Вот это вот, я считаю, вообще вот эти два альбома, это вообще, короче, первое место Far Beyond Driving, второе место Trend Kill и третье место Vulgar Display of Power. Вообще, если честно, я, например, вообще слушаю только эти альбомы. Я вот Cowboy from Hell не слушаю никогда. Мне, честно говоря, он вообще даже как-то не нравится, я не знаю почему. Вот так выглядит моя пятерка. Тут надо вспомнить про вот этот альбом Reinventing, вот это вот, To Steel, Reinventing of Steel. Почему я о нем вспомнить хотел? Потому что в 2000-х годах вот этот альбом вышел, в 2000-х годах. И, допустим, звук пантеры, звук пантеры, это всегда были вот эти вот усилки, Randall. Они, между прочим, не ламповые, как многие могут подумать. Они не ламповые, а они транзисторные. Это вот если гитаристы какие-нибудь сейчас меня смотрят, знаете, вот это вот идет спор всю жизнь, там, типа, что лучше, там, типа, лампа или цифровая, лампа или транзисторы. Вот, пожалуйста, группа Пантера. На всю планету известный их супер-хэви-металлический бенд просто просто с адским вообще звучанием. Пожалуйста, это на транзисторах все сделано. Так что лампа, она не всемогущая, блин. Вот. И в 2000-х годах, когда вот этот альбом они сделали, там я что-то смотрел про них видео какое-то, они там экспериментировали, со звуком много. По-моему, они использовали там ламповое, вот это вот, звучание ламповое, вот это вот, дистошное, короче, они там что-то поменяли, в общем, Даррел, он там чего-то поменял, что-то в своей схеме записи вот этого дистошного, и вот этот тот альбом Reneworthy Not Steel, я вот на первое, на что внимание я обратил, когда послушал его в 2000-м году, тогда кассету я покупал, что он звучит очень, с дистошным там какой-то очень он глухой, намного, но как-то глуше он вообще по сравнению с предыдущими альбомами, где он был просто ярый вообще дистошн у них, просто ярый, такой бурлящий, очень резиновый такой дистошн, прям очень мощный, и тут как бы такой какой-то вот в этом альбоме Reneworthy Not Steel, в общем, он по звучанию, он как-то не дотягивает по звучанию вот до вот этой пантеры, которую вот они собирали из альбома к альбому, мне кажется, если, допустим, вот этот Reneworthy Not Steel, вот этот альбом, если бы они его записали в духе вот хотя бы вот это он, хотя бы даже в духе Display of Power, вот в этом звуке, или там, я уж не говорю, там о Trend Kill или Far Beyond Driven вот в этом альбоме, то вот этот альбом, он был бы круче, 100 панов был бы круче, и я бы тогда поставил его не на пятое место, а на четвертое, если бы он записан, если бы он был записан иначе, вот с той яростью, с которой записан Trend Kill и Far Beyond Driven, я бы поставил тогда Cowboys From Hell на пятое место и вот этот альбом Reneworthy Not Steel вот этот вот на четвертое место, но вот в этом варианте, как вот он звучит, короче, меня обламывает вот этот звук, он какой-то хардроковский, какой-то хардроковский, короче, звук, в общем, там что-то Diamond Darrell намудрил, в общем, они там зря, вот это что-то они перемудрили там, это, кстати говоря, коснемся, кому, если интересно, коснемся звука Distortion'а Diamond Darrell'а, в чем вообще был прикол? Прикол в том, что Diamond Darrell играл на гитарах фирмы DIN и вот эти вот фирмы DIN, на которых он играл, а там, значит, у него рельсовый звукосниматель, не с точками звукосниматель хамбекера, а такой, короче, с этой, с плиткой такой, короче говоря, с линией, это керамический звукосниматель, и вот эти вот керамические звукосниматели, кстати говоря, вот это вот рельса, вот это вот рельса, сделана, кстати, для того, чтобы когда делаешь подтяжки большие, звук не уходит, он с одной громкости всегда играет, то есть в этом есть смысл, это не просто какой-то декоративный элемент, в этом есть конкретный смысл физический. Короче говоря, вот эти вот керамические звукосниматели, они сопротивление выдают максимальное, как-то там в омах, по-моему, короче, там он измеряется, в общем, вот эти вот керамические хамбекеры, вот эти, дайм-дарвилдские, они же тоже с фирмой Дин там делали все. Короче, они выдают на выходе 16 кОм. Когда обычные звукосниматели, вот эти вот обычные, на Айнике, допустим, 5-й, самых мощных магнитов, да, там где-то это 8-7 или 8 кОм. Короче, это почти в два раза сильнее выход вот на этих вот звукоснимателей. Многие, кстати, говорят, что в этих кОмах нет ничего такого особого, но я просто хочу подчеркнуть то, что вот эти вот звукосниматели, как вот на даймонд-дарвилдской гитаре, это ядреный звукосниматели вообще конкретно. И вот этот вот звук, вот этот вот звук пантеровский, вот этот бурлящий, это, конечно, вот микс вот этих звукоснимателей керамических с вот этим вот усилителем рандал, который на самом деле не на лампах, а на транзисторах. То есть вот это вот транзисторно-керамическое вот это вот букет, так скажем, вот этот вот создает вот этот неповторимый, вот этот вот ядреный вообще, вот этот саунд пантеры. Это так, немножко с технической части. Я в последнее время, мне интересно вот это все. так что, вот так, вот такая у меня пятерка. Пишите, что вы думаете об этом. Просто, знаете, просто те, кто думает, что на Ковбои с Фром Хелл можно было бы остановиться. Просто, вы просто тем самым не даете шанса группе пантеры раскрыть весь потенциал. Потому что с Ковбои с Фром Хелл там только все, только началось. Все только, только началось. Вообще обидно, что все, конечно, закончилось. Оба брата мертвы. Короче, вспомним еще раз Нирвану. В этом году, в этом году, да, этот ударник Винни Пол умер. Даймонд Даррел погиб. Короче, блин, братья Даррелы ушли. Ладно, на этой грустной ноте и расходимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»